всем привет я стасия в этом видео покажу как сделать мини амигуруми ягоды чернички в технике крестик ставь лайк если любишь бисер и подписывайся на канал чтобы не пропустить новинки а мы начинаем чтобы сделать ягоду черники вам понадобится бисер номер 10 металлический фиолетовый и обычный фиолетовый цвет также понадобится леска сечением 0 22 миллиметра длиной 50 сантиметров леску берем запасом ножницы чтобы обрезать леску и зажигалка чтобы запаять узелок лески внимание если вам нельзя использовать зажигалку то тогда вы можете использовать клей для того чтобы закрепить узелок или лак для ногтей также чтобы поделка была объемной возьмите пожалуйста наполнитель полиэтиленовый пакет холофайбер или поролон плетение черники начинаем снизу с центра и будем двигаться наверх возьмите пожалуйста леску в этом мастер-классе я буду плести на черной леске вы плетете на прозрачной начинаем плести набираем первое звено но состоит из трех светло-фиолетовых бусин набрали отделяем 2 и крайнюю переплетаем крест-накрест берем второй конец лески пропускаем через бусину вот так далее сравниваем концы лески между собой они должны быть одной длины и аккуратно затягиваем эту бусинку на середину нашего плетения на середину лески получился вот такой треугольник сейчас нужно разделить лески на верхнюю часть и на нижнюю на верхнюю часть мы будем набирать бисер а с помощью нижней лески будем завершать плетение треугольника отличительной читой является то что у треугольника вершина должна быть внешней стороны а с внутренней стороны будут вот такие сплетенные между собой бусины пожалуйста не путайте вверх и низ тогда у вас получится так же как у меня будьте внимательны второе звено на верхнюю часть лески набираем 2 металлические разворачивайте плетение так же как у меня фото на внешняя часть треугольника вот верхняя леска и две бусинки их между собой разделяем и крайнюю переплетаем крест накрест аккуратно затягиваем концы лески и теперь смотрим в плетение видите внешняя часть у нас такие пики двух звеньев а на внутренней части вот такие вот перемычки с леской снова делим лески на внутреннюю часть нижнюю и на верхнюю внешнюю третье звено на верхнюю леску набираем две металлические смотрим две бусины между собой разделяем и крайнюю переплетаем крест-накрест аккуратно затягиваем концы лески лески сейчас у нас с вами плетение начинает скругляться и становится видно что треугольнички вершинами с внешней стороны продолжая плести четвертое звено на верхнюю леску набираем две металлические плетения две металлические разделяем их между собой крайнюю переплетаем крест-накрест аккуратно затягиваем концы лески пятое звено завершает плетение нашего первого круга с треугольниками разворачиваем плетение чтобы пике треугольников смотрели вниз а лески должны делиться на правую и на левую пятое звено берем леску слева пропускаем конец этой лески через первый треугольник от центра края через боковую бусину вот таким образом и вытягиваем леску зацепились завершаем пятое звено набираем одну металлическую сделали ее переплетаем крест-накрест и далее аккуратно затягиваем концы лески получилась вот такая милая звездочка далее нам нужно сделать второй круг крестиков что хочется о нем сказать в первую очередь второй круг крестиков будем плести против часовой стрелки также лески буду делиться на внутреннюю которая будет ближе к центру и на внешнюю с помощью которой мы будем плести крестики и мы будем чередовать крестики по 4 бусины и треугольники шестое звено разворот справа налево делим лески на правую и на левую часть на правую набираем 3 фиолетовые бусины далее бусины будут не металлические вот наши бусинки разделяем отделяем 2 от 1 и крайнюю переплетаем крест-накрест аккуратно затягиваем концы лески получается вот такой классный крестик следующее звено мы не закрепляем никаким образом за первый круг плетем также треугольник как мы делали в первом круге седьмое звено на леску с внешней стороны мы набираем 2 фиолетовые разделяем эти бусины между собой и крайнюю переплетаем крест-накрест затягиваем концы лески плетение начинает разворачиваться пик седьмого звена должен быть с внешней стороны также как мы делали первый круг восьмое звено берем леску с внутренней стороны которая лежит ближе к центру и первым делом пропускаем ее конец против часовой стрелки через пик металлическая бусина через пик звена в металлическую бусину и вытягиваем эту леску на второй конец лески набираем 2 фиолетовые вот так разделяем бусины между собой крайнюю крест-накрест аккуратно затягиваем концы лески вот такое восьмое звено 9 звено снова треугольник на внешнюю леску набираем 2 фиолетовые разделяем бусины крайнюю крест-накрест снова затягиваем концы лески пик треугольника должен быть с внешней стороны 10 звено берем леску с внутренней стороны пропускаем конец этой лески через следующую металлическую бусину против часовой стрелки и вытягиваем леску на второй конец лески набираем 2 фиолетовые вот так снова бусины разделяем крайнюю крест-накрест аккуратно подтягиваем концы лески потихоньку наше плетение начинает выгибаться это нормально напишите пожалуйста в комментариях все ли у вас получается понятно ли вам такое объяснение плетения 11 звено берем леску с внешней стороны набираем 2 фиолетовые разделяем бусины крайнюю крест-накрест аккуратно затягиваем концы лески вот такой треугольник получился 12 звено берем леску с внутренней стороны снова концом этой лески проходим через следующий пик против часовой стрелки аккуратно вытягиваем леску на вторую леску две фиолетовые бусины разделяем между собой крайнюю крест-накрест затягиваем концы лески 13 звено треугольник берем леску с внешней стороны две фиолетовые разделяем бусины крест-накрест снова аккуратно подтягиваем концы лески не забываем о том что лески нужно периодически подтягивать чтобы не было зазоров между бисеринками тогда ваша фигурка будет держать форму 14 звено берем леску с внутренней стороны и снова нужно пропустить конец лески через последнюю бусинку металлическую по направлению против часовой стрелки и вытягиваем леску на вторую часть лески с внешней стороны набираем две фиолетовые разделяем бусины между собой и крайнюю переплетаем крест-накрест аккуратно затягиваем концы лески и так далее нужно завершить плетение второго круга зреньев сначала нужно соединить два края звенья 15 звено берем леску с внутренней стороны пропускаем ее конец от центра к краю через боковую бусину 6 звена и затем завершаем плетение набираем на любой из концов лески одну фиолетовую а вот она и переплетаем ее крест-накрест аккуратно затягиваем концы лески и вот такой второй круг крестиков у нас с вами получился далее я разверну плетение вниз металлические бусины будут всегда внизу плести также будем против часовой стрелки то есть справа налево и весь третий круг будет одинаковый первым делом мы делим лески на правую часть и на левую делаем разворот 16 звено берем леску справа набираем три фиолетовые вот так разделяем бусины между собой крайнюю переплетаем крест-накрест затягиваем концы лески и сделали разворот справа налево далее мы снова делим лески на верхнюю с внешней стороны и на нижнюю которую с внутренней стороны нашего плетения нижняя леска будет проходить через каждую бусинку предыдущего круга а на верхнюю часть лески будем набирать по 2 фиолетовые и завершать плетение крестиков я сейчас покажу как это сделать и вы поймете что я сказала так 17 звено берем леску снизу пропускаем конец этой лески соседнюю крайнюю бусину предыдущего круга и вытягиваем леску зацепили на вторую часть лески набираем две фиолетовые смотрим леска с внешней стороны две фиолетовые разделяем их между собой и крайнюю переплетаем крест-накрест и далее затягиваем концы лески получается вот такой крестик продолжаем плести еще раз показываю как это делать берем леску снизу пропускаем конец этой лески через следующую бусинку с внешней стороны в этот раз в треугольник далее берем вторую леску и набираем на нее две фиолетовые бусинки разделяем между собой и крайнюю крест-накрест снова подтягиваем концы лески получается еще один крестик и таким образом вы плетете до конца этого круга до практически до первого крестика я сейчас буду делать это ускорено в каждом звене нижняя леска будет цепляться за внешнюю бусину а на вторую часть лески мы будем набирать по две бусинки завершать плетение 19 звено леска снизу через следующую бусину справа налево на вторую две бусины переплетаем и аккуратно подтягиваем этот крестик 20 звено леска снизу справа налево в следующий треугольник вытягиваем на вторую леску 2 фиолетовые затягиваем двадцать первое звено затягиваем концы лески 22 звено снова леску справа налево двадцать третье звено подтягиваем двадцать четвертое звено подтягиваем и сейчас остался последний крестик вот он двадцать пятое звено мы берем леску снизу сначала пропускаем конец этой лески через оставшуюся бусинку предыдущего круга справа налево далее концом этой лески нужно зацепиться за первый крестик в этого круга от центра края пропускаем конец лески через боковую бусину и вытягиваем леску и завершаем плетение двадцать пятого звена набираем на любой из концов лески одну фиолетовую и и переплетаем крест-накрест и далее просто аккуратно затягиваем конце лески и вот такой круг крестиков у нас с вами получился четвертый круг звеньев в этом круге мы снова делим лески на правую и на левую части также будем плести против часовой стрелки но в этом круге нужно сузить наше плетение и он будет предпоследним перед завершением плетения он очень коротенький двадцать шестое звено берем леску слева пропускаем конец это лески справа налево через следующий крестик через вершину на второй конец лески справа набираем 3 фиолетовые разделяем лески между собой и крайнюю переплетаем крест-накрест аккуратно затягиваем концы лески должен получиться вот такой кружок продолжаем плести двадцать седьмое звено берем леску снизу пропускаем ее конец через следующий крестик раз далее концом этой железки проходим следующий крестик через верхнюю то есть мы цепляем два крестика с помощью нижней лески вот так должно получиться на вторую леску набираем 2 фиолетовые разделяем эти бусины между собой крайнюю крест-накрест аккуратно затягиваем концы лески вот такой второй кружок получился 28 звено берем леску снизу пропускаем ее конец через следующую бусину боковую вот так раз немножко поворачиваем плетение пропускаем конец следующую бусину справа налево снова зацепили через две бусинки и на вторую леску 2 фиолетовые разделяем бусины между собой и крайнюю переплетаем крест-накрест затягиваем концы лески продолжаем плести 29 звено берем леску снизу пропускаем ее конец через следующую бусину с краю справа налево далее еще через одну и вытягиваем леску на вторую леску 2 фиолетовые разделяем крест-накрест затягиваем концы лески далее нам нужно завершить этот круг делаем 30 звено берем леску снизу пропускаем ее через следующую бусинку справа налево затем смотрим остался последний крестик предыдущего круга здесь нужно пропустить леску также справа налево зацепились и что делаем дальше концом этой лески проходим следующую бусину видим вот здесь вот первый кружочек и вот эти вот бусинки уже закреплены зацеплены и вот боковая бусинка этого кружочка в нее от от края к центру нужно пропустить конец этой лески таким образом у вас должно быть зацеплено четыре бусинки на этом этапе нужно наполнить фигурку наполнителем и далее я покажу как завершить плетение и вот я наполнила фигурку наполнителем она приняла форму такую интересную уже похоже на ягодку и завершаем 30 звено набираем на любой из концов лески одну фиолетовую ее переплетаем крест-накрест концы лески затягиваем и получается вот такой кружочек далее нам нужно сделать 31 звено сверху здесь нужно закрепить все бусинки для этого берем леску справа и начинаем пропускать ее через бусинки вот эту крайнюю снизу вверх далее по кругу следующую бусину вытягиваем еще в одну вытягиваем и последнюю бусинку аккуратно вытягиваем и вот обе части лески оказались с одной стороны теперь нужно завязать 3 узелка 1 2 и 3 закрепили завязали узелок далее нужно закрепить наш узелок первым этапом вы отрезаете леску а вторым этапом можно закрепить узелок двумя способами первый с помощью огня 2 с помощью клея я буду использовать первый вариант отрезаю концы лески остаются вот такие усики беру зажигалку аккуратно подношу огонь и прибиваю пальчиками и в результате у меня получились вот такие мини амигуруми чернички ставь лайк если понравилось как это сделать подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик чтобы не пропустить новые видео а я желаю вам творческих успехов вдохновения и отличного настроения до новых встреч моих новых видео пока